Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я готовлю необычное блюдо. Это интересный рецепт, который я сам придумал для того, чтобы поучаствовать в конкурсе Сталика, Франца Эка и Сергея Майорова с сайтом livingshop.ru для того, чтобы иметь возможность выиграть обалденнейший приз. Но об этом немного позже. А сейчас я все-таки хочу наконец-то поставить вот этот классный, громадный кусок мяса, даже не мясо, а сердце, чтобы оно началось готовиться. Казан уже разогрелся, и я выливаю сюда очень вкусный говяжий бульон. Это фаршированное быщее сердце. Сейчас я его опускаю в бульончик, и пока бульон будет закипать, мы с вами вместе посмотрим, как хорошо, правильно и быстро приготовить фаршированное быщее сердце. Для того, чтобы сердечко получилось мягенькое, я снимаю с него вот эту верхнюю пленочку. Местами пленочка снимается легко, местами кое-где потяжелее. Но результат, конечно, вас очень сильно обрадует, потому что это будет совершенно другой вкус блюда, другая текстура. Пленочку сердечко я уже снял, и теперь я срезаю весь жирок, какой есть на сердце. И разрезаю сердце пополам. Аккуратно, но не до конца. Вот такой красавчик получился. Вот эти все клапана я вырезаю, и эту пленочку я тоже вот так аккуратненько поддеваю и тонким-тонким слоем срезаю. По наружной поверхности бычьего сердца идут вот такие сосудики, которые тоже достаточно жесткие. Поэтому там, где они идут, я их аккуратненько ножом вот так срезаю. Сердечко стало вот такое чистое, идеальное. Его же прямо сейчас можно кушать. И с этой стороны тоже. Я уже показывал, как быстро я готовлю бычье сердце. Буквально 40-50 секунд одновременно с двух сторон, и сердечко уже готовое. Но сегодня будет немного другой рецепт, поэтому я тоже зачистил сердечко. И теперь я хочу его полностью развернуть. Для этого я беру и вот так аккуратно буду подрезать мякоть сердца, чтобы полностью весь пласт раскрыть. Эта операция похожа на ту, когда мы делаем котлету по-киевски и точно так же раскрываем куриное филе, чтобы туда завернуть фаршик. Вот такое сердце получилось. Я его полностью раскрыл, распластал, и оно везде почти одной толщины, тоненькое и аккуратненькое. Теперь я хочу нафаршировать вот такой самый простой дешевой свиной щековиной. Здесь есть немножко мяса и немножко сала. Я режу эти части на очень тонкие полосочки и укладываю сюда на свинку. Готовлю пряную смесь для того, чтобы приправить печеночку. Несколько зерен душистого перчика, кориандр, немного зеленого перца, черный перчик. А вот здесь обалденный аромат. Это кандари. Чуть-чуть, щепоточку. И маленькую щепотку сладкой паприки. Для того, чтобы пряности легче размалывались в ступке, я смешиваю их с солью. Получившейся пряной смесью... Ой, какой аромат! Как классно я угадал с пряностями для сердечка. Я так хорошенечко посыпаю сердечко с двух сторон. Здесь и пряности, и соль. Все хорошенечко ложится на мокрое сердце. И хорошо прилипает. Сало из щековинки я нарезал тонкими полосочками и снял его со шкурки. Аккуратно формирую в хороший ровный пласт и выкладываю сюда полосочки. Полоски сала и мяса, когда это все будет готовиться, будет обалденное, сочное блюдо. А теперь самый волшебный, самый важный компонент. Это грецкие орехи. Я возьму немного грецких орехов и слегка измельчу их в ступке. Я это делаю очень аккуратно, чтобы не выдавить масло из орешков. Получилась хорошая крупка. И вот так сверху посыпаю орешки на сердечко и мясо с салом. Теперь аккуратно складываю сердце, заворачивая его вот в такой аккуратный рулет. Обалденное сердце получилось. Ну что, друзья, пойдем готовить. Говяжий бульончик уже закипел. Я сделал огонь в очаге на самый минимум, для того, чтобы сердечко еле-еле в бульончике дышало. Это очень важное условие. И теперь я добавляю сюда несколько сушеных острых перчиков. У меня перчики разных сортов и, конечно же, у них будет очень разный аромат. Самое важное добавить именно не свежий острый перчик, а сушеный. Потому что тогда остроты будет намного меньше, но будет намного более яркий аромат самого острого перца. И немного лавровых листиков. Я накрываю говяжье сердце вот такой крышкой, для того, чтобы оттуда не выходил никакой пар. А сверху накрываю крышкой от казана. Каждые 10 минут я буду сердечко переворачивать, потому что оно не полностью в бульончике. Я хочу, чтобы сердечко именно припускалось, чтобы бульон стал еще более насыщенным. И весь вкус и аромат сердца остался в мясе. Шедевр из бычьего сердца варится уже целый час. Сейчас самое время посолить и добавить еще коренья. Луковички, морковка. Теперь важный компонент это, какой аромат, хвостики петрушки. Это обязательно, потому что именно так хвостики петрушки, лучок, морковка дадут обалденнейший, хороший вкус и аромат готовому блюду. Бесподобно. Еще минимум полчасика. Это будет не просто блюдо, это будет не просто шедевр, который я обычно всегда готовлю. Это будет мое конкурсное блюдо на конкурс Сталика, Франца Эка и Сергея Майорова. Бычье сердце это символ силы, мужества, целеустремленности. Поэтому я готовлю бычье сердце. Это по-настоящему мужское блюдо с характером, хорошее, крепкое и насыщенное. Мои блюда всегда получаются очень вкусными, потому что я вкладываю туда всю свою любовь, всю свою энергию и доброту. И я очень люблю готовить для своих любимых и близких. У меня есть хорошая маленькая кошечка, она очень любит разные вкусности. И она просто обожает, когда я ей угощаю или фруктами, или овощами, которые были сварены вместе с мяском. И поэтому сейчас у меня для нее сюрприз. Я именно для своей кошечки вот сюда в бульончик добавлю несколько очень вкусных вот таких красивых крупных сливок. Сливки дадут еще необходимую сладость и легкую кислинку самому бульончику. А моя кошечка будет на седьмом небе от восторга, потому что это именно ее любимое блюдо. И одновременно, конечно же, я переверну сердечко. Сердечко уже приготовилось. Оно варилось где-то час-час двадцать. Бульончик то закипал немножко, то огонь под казаном стихал, поэтому вот такое оно стало маленькое. Сейчас несколько минуточек, сами сливки прогреются, обогатят сам бульон и мяско-сердечко своим ароматом и начнем пробовать. Очаг под казаном я уже выключил. Это для кошечки. А вот это красивое, большое, быстрое сердце, это для меня. Вот это блюдо, это бычье сердце я приготовил на конкурс Сталика, Франца Эка и Сергея Майорова. Это почти красное мясо и, конечно же, сюда прекрасно подойдет хорошее красное сухое вино. А вот здесь пшеничный дистиллят. Это хороший, крепкий мужской напиток, крепостью 45 градусов. Я возьму, выберу себе хороший, крепкий пшеничный дистиллят. А вот это красное сухое вино я предложу своей кошечке, а также ей будут хорошие, вкусные сливки в бульоне из сердца. Кошечка, иди сюда, кошечка. Посмотри, какую вкуснотищу я приготовил для тебя. Я готовил с любовью, для того, чтобы понравилось именно тебе. Это сливки, это фаршированное сердце с орехами и еще очень вкусная начинка. Фаршированное сердце получилось обалденное, с характерной ему текстурой, такое и упругое, и очень мягкое одновременно. Орешки и сало с мясом добавляют ему нежной контрастной текстурой, особенно орешек. Бульон, в котором варилось сердечко, я еще сейчас немножко загущаю, чтобы он стал хорошим соусом. И теперь я поливаю это сердечко этим соусом, и будет очень вкусно. Друзья, если вам понравилось мое видео, ставьте вот такие огромные лайки. Поддержите меня в этом конкурсе, подписывайтесь на мой канал, ссылочка для подписки вот здесь внизу, вот здесь рядышком есть колокольчик. Нажимайте на колокольчик, и вы будете всегда в курсе всех моих новых видео на моем канале. И помните, кухня это самое спокойное место.